Приветствую вас. Я думаю, что ситуация, которую вы описываете, вполне себе нормальная и адекватная для вас, потому что вы довольно разные люди и вас, конечно, пугает то, что для вас, в принципе, было на протяжении долгого достаточно времени. Табу. И совершенно очевидно, что застынчивость по сути своей редко когда являющаяся таким естественной чертой личности, приводит к тому, что вы не можете соперникать. То есть, вам почему вот так важно понять человека, почему так важно, чтобы вы смогли увидеть правду, почему он так себя вёл и так далее, почему. Да всё очень просто, потому что вы не доверяете себя. Вот. А вот, понимаете, какая штука. Доверяю вы себе, да. Ну, то есть, словно говоря, если бы вы себе доверяли в полной мере, то вам не нужно было бы пытаться понять человека. Вам достаточно было бы того, что вы чувствуете. А так получается, что вы изо всех сил пытаетесь его понять. Потому что, повторюсь, себе вы не доверяете. И это очень грустный факт. На мой взгляд, очень грустный факт. Потому что не доверяя себе, вы не можете выстраивать адекватные отношения. Не доверяя себе, вы не можете выстраивать, ну, такие хорошие, качественные отношения. Поэтому, вопрос, точнее, даже не вопрос, а момент, на который вам нужно обратить своё внимание, именно ваша тревожность. Вот. И важно понять, что с этой тревожностью унасвратно, чего вы боитесь. Скорее всего, здесь нет страх быть брошены. Мне кажется, что вы боитесь быть брошены. Вы боитесь, что человек уйдёт, что человек делает вам больно. Вот. И вы правы. Там смертно, что он закрит, он может идти. Но... Может идти любой. Не только он. Может. Любой человек уйдёт. Потому что... Ага. Ну, потому что отношения они... Завершаются. Могут волшебцы. И... Сейчас вы выглядите, как... Пока мы вот... Дали... Знаете... Такую возможность... Опереться. На... На... Другого. Выглядит... А... Выглядит... А... А... Так, что... Вам очень... Трудно... А... А... Ты... А... А... Трудно. А... Выглядит... А... Так, что вам... А... Ух... Находиться. И... И сейчас... Вот, появилась наконец... возможность побыть с кем-то. Появилась наконец возможность у вас быть в отношениях и вы боитесь побыть. А мужчина такой, что не проводит впечатление самого стабильного и уверенного к себе человека. Для него положиться, как мне кажется, вы их не можете. Ну то есть не получается у вас положиться. Но вы хотите, вы очень хотите на него положиться. Вот мне кажется ваша задача, как раз вам и заключается, чтобы пытаться увидеть, с чем связано вот то, что вы пытаетесь узнать. Хочу понять, может не какие проблемы, или это нормально, кто себя так вел. А все нормальные и ненормальные для вас. Знаете, вот проблема осознительности в том, что человек плохо знает себя. Мне кажется, что прежде чем вступать в отношения, вам надо бы как раз таки лучше узнать себя, лучше понять себя, разобраться в себе. Да и отношения вы строить будет легче. И спрашивать, что нормально, нет и почему вел себя тот или иной партнер, нужды не будет. Можно задать себе вопрос, а насколько соответствует вашему моральному качеству человека? Нет. И все. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратный ответ. Обратный связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok